Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Инфекционная тревога. Чем грозит Украине острая нехватка вакцин? Замороженная теплофизика. Как выживает недофинансированная украинская наука? И сразу напомню, что сразу после подробностей в эфире нашего канала политическое ток-шоу «Черное зеркало» в студию программы уже съезжаются гости, чтобы обсудить главные события уходящей недели. Об основных темах я расскажу чуть позже, а ближе к концу программы проанонсирует ведущий шоу Евгений Киселев. Концы в огонь. Сегодня ночью неизвестные забросали коктейлями Молотова кабинет судьи по делу ГРУшников Александрова и Ерофеева. Отчего, по версии военного прокурора Анатолия Матиоса, хотели избавиться злоумышленники? И получилось ли у поджигателей помешать процессу? Подробнее Егор Логинов. Сегодня около трех часов ночи неизвестные бросили три бутылки с коктейлями Молотова в здание Голосеевского райсуда. Один из них попал в окно кабинета Николая Дидека, который возглавляет судейскую коллегию по делу российских ГРУшников Ерофеева и Александрова. Об этом журналистам рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, приемная, кабинет и все, что в нем было, сгорело полностью. Однако документы по делу ГРУшников не пострадали, поскольку находились в канцелярии. Произошедшее Матиос назвал запугиванием судьи ведущего резонансное дело. Дело российских ГРУшников становится все более опасным. Все участники процесса нуждаются в охране, считает адвокат семьи убитого защитника Юрия Гробовского. Торможение этого процесса невыгодно ни одной из сторон. Есть какая-то третья сила, которая всячески тормозит вынесение приговора. Но в СБУ допускают причастность российских спецслужб к поджогу рабочего кабинета судей Николая Дидека. Впрочем, в качестве основной эту версию принимать не спешат. Есть вероятность, что поджог связан и с другими делами, которыми занимается судья. Очень удобно, замаскивавшись под эту справу, спалить кабинет, если знаете, что в самом том кабинете находятся материалы другого криминального проведения, все спешат на эту справу. Но я не отключаю, не отключаю, правда, скажем так, российского следа, потому что мы, анализируя все то, что мы отримываем, из открытых и закрытых джерел. Впрочем, здание судов, где рассматривают резонансные дела, в том числе и Голосеевский райсуд, почему-то не охраняются сотрудниками СБУ. Ночной инцидент не повлиял на рассмотрение дела. Очередное заседание началось сегодня утром в запланированное время. Защита Ерофеева и Александрова предоставила суду очередные доказательства, документы и видео, где показания дают представители так называемой ЛНР, журналы совместного центра контроля и координации, письма жены Ерофеева. Основные тезисы адвокатов. На момент боевого столкновения их подопечные были уволены из российских вооруженных сил и служили в милиции так называемой ЛНР. Украинского солдата Вадима Пугачева убил разведчик боевиков Игорь Житный, которого уже тоже нет живых. А по украинским военным стреляли свои же. Нам были предоставлены именно доказательства, которые свидетельствуют, что в день 16 мая были проведены обстрелы именно с территории подконтрольной Украины, а именно с города Счастья в район Обозной и Веселой горы. Затем начали обсуждать свидетелей защиты. Адвокаты попросили суд допросить пятерых представителей так называемой ЛНР в режиме видеоконференции, поскольку находиться на территории Украины для них небезопасно. Прокуроры посчитали такое мнение безосновательным. Валентин Рыбин в качестве компромисса предложил провести заседание в райсуде города Беловодск, который находится ближе всего к оккупированной территории. И вот что решил суд. Также Оксана Соколовская заявила о том, что Юрий Луценко совершил уголовное преступление, когда обнародовал в Верховной Раде видео с телефона Александрова. По мнению адвоката, украинский нардеп нарушил тайну следствия, когда использовал вещественные доказательства в публичных целях. Соколовская настаивала на допросе Луценко, однако суд ей отказал. Следующее заседание состоится уже в понедельник, 11 апреля в 10.30. И судя по тому, как резко ускорилось рассмотрение дела российских грошников, ждать приговора осталось недолго. Егор Логинов, Елена Зорина, Павлина Василенко и Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Надежды на освобождение. У четверых украинских политических заложников появился шанс вернуться домой. Федеральная служба исполнения наказаний России по распоряжению Минюста готовит соответствующие документы. О ком идет речь, расскажет Данил Русаков. Украинский режиссер может вскоре вернуться из неволи. Именно так многие восприняли сегодняшнее сообщение Минюста России. Там поручили федеральной службе исполнение наказания подготовить документы на четырех украинцев, находящихся в местном заключении. Осужденных Москва собирается передать Киеву, чтобы они отбывали наказание на родине. Речь в частности об Олеге Сенцове и Александре Кольченко. Северокавказский окружной военный суд почти полгода назад приговорил их к 20-10 годам лишения свободы. А в марте 2016-го их официально признали гражданами Украины. К тому времени кинорежиссеры из Крыма успели этапировать. Сейчас он находится в одной из колоний Якутии. За формальной бюрократической формулировкой «этапирование на родину для отбывания наказания» скрывается, пожалуй, главная суть. Сенцов и Кольченко сразу после пересечения границы могут получить свободу. Документы, которые являются предметом просмотрения, поданы были нами адвокатами в интересах наших заявителей Сольченко и поданы в рамках соглашения с юридической точки зрения, которое было заключено между Россией и Украиной о порядке отбывания наказания гражданами в той стране, гражданами которой они являются. Аналогичный запрос в ОФСИН отправили на формального подельника Олега Сенцова Геннадия Афанасьева. Его также хотят передать Киеву. Четвертый человек из этого списка Юрий Солошенко. Бывшего директора украинского оборонного завода «Знамя» Мосгурсуд приговорил к шести годам лишения свободы за шпионаж. Примечательно и то, что осужденных местным правосудиям украинцев решили передать Киеву сразу после обращения российского уполномоченного по правам человека Эллы Панфиловой. Накануне она направила в Верховный суд кассационную жалобу на приговор Сенцову. И Кольченко. Впрочем, решение об отправке всех четырех заключенных домой по местным законам еще должен формально утвердить суд. Когда именно будет назначено это судьбоносное заседание, пока неизвестно. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканалы Интер. Не забывают об украинских заложниках и в Израиле. Сегодня в Терравиве провели акцию в поддержку тех, кого незаконно удерживают в российских тюрьмах. Кто пришел к зданию российского посольства в Израиле и на что рассчитывали активисты, подробнее Сергей Услендер. Акция в поддержку украинских заключенных, которых удерживают в российских тюрьмах, прошла в самом центре города, у стен российского посольства. Там собрались активисты организации «Израиль поддерживает Украину». На подобные мероприятия украинские израильтяне собираются регулярно. Однажды выстроили живую цепь вдоль знаменитой Терравивской набережной. В поддержку Надежды Савченко последний раз выходили несколько сотен человек месяц назад. Но сейчас решили провести акцию в защиту уже всех украинских заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Нам важно выйти и выходить не за одного человека. Нам важно выходить за всех тех, у кого сегодня нет голоса, про которых сегодня забыли, про которых не говорят в прессе. На плакатах лозунги «Заложником свободу» или «Пошел шестой день сухой голодовки» – это снова про Савченко. Обязательно украинские и израильские флаги, как символ того, что Израиль хоть и стал новым домом, но Украина родиной быть не перестала. Участники митинга, в общем, всерьез и не рассчитывали на то, что кто-то из российского посольства придет к ним и поговорит. Задача тут совершенно другая – привлечь внимание простых израильтян, прохожих, туристов, в конце концов, далеких от этого конфликта к тому, что в российских тюрьмах незаконно удерживают украинских граждан. Прохожие и правда интересуются. Кто-то останавливается, читает лозунги, кто-то задает вопросы и получает ответы. Израиль официально соблюдает жесткий нейтралитет в конфликте. На уровне простом, человеческом, волонтеры отправили в Украину уже тонны лекарств и снаряжения. Израильские инструкторы готовят бригаду в Национальной гвардии, а украинских раненых лечат в больницах еврейского государства. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности, телеканал Интер, Тель-Авив. Хорошие новости есть и по делу Савченко. Сегодня их проанонсировал один из ее адвокатов, Илья Новиков. Он сообщил, что обладает конфиденциальной информацией, суть которой пока, правда, раскрыть не может, но обещает, что ждать придется недолго до следующей недели. Новиков проведал сегодня летчицу в СИЗО и рассказал, что у нее довольно сильно уже заметные симптомы обезвоживания. Мы все ждем подтверждения о том, что переговоры об отмене, которые сейчас идут, что они завершились успешно. Пока такого подтверждения нет, но мы надеемся, что можем получить его в ближайшие несколько дней. По оценкам людей, которые ведут, они продвигаются. Они не стоят на месте. Еще четыре дня она, как она говорит, продержится. Прямо сейчас Петр Порошенко встречается с мамой Надеждой Савченко. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила сестра украинской летчицы Вера. Пока никаких подробностей этого разговора у нас нет. Янтарная оттепель, добыча солнечного камня на одном из богатейших месторождений Ривненской области, где совсем недавно черные старатели вовсю ввели нелегальный промысел, остановлено. Это результат начала работы оперативного штаба. Но все ли так гладко, разбирались наши корреспонденты. Вот так гудел Гальбин еще два дня назад. По разным подсчетам здесь работали от 5 до 10 тысяч человек. Сегодня всего несколько старателей. И не с мотопомпами, а лопатами. Ешь. Тоже все. Все минус, да? Да. Копая вручную, состояние не сколотишь. Раньше, говорят, добытчики платили тем, кто крышевал незаконный бизнес. Видимо, с ними и договорились представители оперативного штаба, которые почти неделю дежурят в районе. А как люди здесь пришли? Как я помогу? А кто его знает? Крышевики где-то. Так он и мы. А кто кого крышевает? Сейчас на месторождении дежурят спецподразделения полиции. А все ямы обязали засыпать лесхозы. Те вывели технику, но помешали местные жители. Пришли ругаться. И работа остановилась. Те, что тут говорят, то, что они поговорят, то, что меняют. Через месяц приедут не люди, так как я. Не люди тут приедут за рулем, а приедут в одессе за рулем. Старатели недовольны действиями полиции, но ведут себя сдержанно. Требуют лишь, чтобы так же навели порядок и на других месторождениях. Зараз там всю минуту робот. Перебродок. Руководитель оперативного штаба обещает, порядок наведут на всех месторождениях. Чтобы не допустить конфликта, вы решили начать с каких-то мест, наводить порядок. Как видите, поезжали много людей, которые все равно наполягают на том, что им нужно как-то работать, добывать этот камень, кормить свои семьи. В области сейчас патрулируют разные спецотряды. Признают в оперативном штабе. Пригнали нацгвардию, говорят, прибыли подразделения Днепр-1. Их задача не просто охрана. Скорее всего, бойцов задействуют, если между старателями и правоохранителями возникнут массовые столкновения. Что до того, что видели журналисты или граждане на Певночьей области, деякий специализированный транспорт, который имеет символику спецподраздела Днепр-1, то вы имеете рацию к этому. В соответствии, специфичный подраздел прибыл к нам, который выполняет завдания, которые перед ним ставит оперативный штаб. В оперативном штабе не разглашают, какое месторождение следующее, куда нагрянут спецназовцы, но уверяют, незаконно добывать янтарь не будет никто. Елена Митясова, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Римненская область. В суд на МВД и нацполицию подает гражданский активист, офицер ВСУ, брат нардепа Украины Мустафы Наема Масси Наема. Об этом он написал в Фейсбуке. Причина – нелицеприятные высказывания в его адрес со стороны одиозного главы Департамента противодействия наркопреступности, Ильи Кивы. Взаимная перепалка Кивы и Наема тянется уже довольно давно. Среди прочих, активист обвинял полицейского в необоснованной, по его мнению, атаки на киевский арт-клуб «Клозер», после чего заведение закрыли. В свою очередь, главный борец с наркопреступностью Кива в комментарии изданию «Гордон» употребил ряд нелицеприятных эпитетов, использовав в адрес Наема даже нецензурную лексику. Также обвинил его в употреблении наркотиков, правда, отметил при этом, что доказательств у него нет. На попытки подробности получить комментарий Кива не реагирует. Шпионаж – дело семейное. В Черниговской области на границе с Россией сотрудники СБУ задержали отца и сына, которые работали на российские спецслужбы. Они пытались переправить через границу секретную документацию. Оба граждане Украины, впрочем, у них нашли и российские паспорта. Батько, подполковник запаса Гругиша, выходил на вербовательные беседы до войсковых и собирал видомости, щедро финансируя такие данные. При собе они ввозили целую купу секретной документации, от карты минных заграждений перед нашими позициями, там, где мы держим оборону в найбасскладных местах, и до таемных видомостей, которые разрубляются в наших штабах. В СБУ отмечают, шпионов к пункту пропуска ввели и задерживали совместно с украинской армией. Без этого сотрудничества операция была бы невозможна. Взять в плен одного из боевиков удалось нашим военным и в районе Светлодарской дуги. Там за минувшие сутки по всей линии разграничения заметно активизировался противник. Все подробности узнаем от Ярослава Кречка. Этот дом в Камыше военные в шутку называют домом рыбака. У боевиков там, как минимум, пулемет. И именно оттуда на водохранилище постоянно отплывают лодки. Военного видно даже вдалека в бинокль, что это военный человек, и он не рыбу приехал ловить. Да и ловить рыбу на водохранилище, которое фактически и есть линии разграничения, говорят военные, как минимум, странно. Считают, так нагло работает вражеская разведка. У псевдорыбака был паспорт с горловской пропиской. Но боевика в нем выдало не это. Мужчина, как свои пять пальцев, знал все позиции вокруг. Да еще так не вовремя ему позвонили коллеги. На телефоне ему начали звонить, что укропы, смотрю, осторожно, потому что укропы кого-то там в плен взяли, ну, чтобы с тобой так не получилось. Где-то спустя час после того, как украинские бойцы взяли пленного, боевики начали обстрел этих позиций. И военным пришлось отвечать. Это разрешение открыть огонь для них стало только пятым за последние полтора месяца. Бойцы не отвечают, даже когда боевики стреляют из минометов. Но накануне вражеские гранатометчики били уж очень прицельно. СП прилетело, ранило товарища моего хорошего. Мы видели, как было все. Ящики полетели, все полетели. Видите, выгорелся земля от снаряда. Это уже другой опорный пункт. Боевики попали в блиндаж. Бойцам повезло, они были в другом укрытии. Всего военные насчитали как минимум 26 выстрелов одновременно из трех танков. Они работали по очереди. Один, два, три. Потом меня опять втроем положили и опять по очереди начали ложить. Но несмотря на постоянные провокации боевиков, военные уверенно держат оборону. И как доказательство награда их командиру. За городскую службу, відминистра обороны. Сегодня моего тата 60 років рівня. И, ну, першому позвонив тату. Но я обещав, что я додому без медалей не вернусь. Ярослав Кречко, Игорь Сулий и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Не так страшен отказ. Последствия референдума об ассоциации Украины ЕС в Нидерландах. По словам экспертов, и противники ассоциации не выиграли, и украинцы не проиграли. Как в итоге отразиться твердое голландское нет на украинской евроинтеграции? Подробнее наш европейский корреспондент София Гордиенко. Не прошло и два дня, как нидерландский референдум даже в самих Нидерландах отошел на задний план. Сегодня о нем в новостях не вспоминают. Обсуждают продолжение истории с панамскими офшорами, мошенничество в интернете и мигрантах. Официальные результаты плебисцита, на котором соглашению об ассоциации ЕС с Украиной голландцы сказали нет, будут известны 12 апреля. А пока политики, особенно проукраинские, предпочитают очень осторожно высказываться по этому вопросу. Жан-Клод Юнкер, например, заявил, что результатом опечален, но соглашение все же будет действовать, и обязательства ЕС перед Украиной остаются в Сирии. Сегодня утром он обсудил референдум с немецким канцлером Ангелой Меркель, но больше никаких деталей. Посол США в Украине Джеффри Пайе тоже настроен оптимистично, мол, Украина должна продолжать выполнение европейских стандартов, прописанных в соглашении. Евроскептики, такие как Марин Лепен, конечно, радуются. Она поздравила голландских патриотов с триумфом. Но надо сказать, что так называемые голландские патриоты, которые свою победу представляли как волю народа, уже опасаются, что Брюссель эту волю во внимании не примет. И опасаются не зря. Многие эксперты, анализирующие возможные последствия референдума, сомневаются, что ЕС возьмет и отменит то, что и Брюсселю, и Киеву далось в прямом смысле кровью. Президент Европарламента Мартин Шульц даже заявил, что теперь Европе за соглашение об ассоциации придется побороться. Какую лазейку найдут европейские чиновники, чтобы и евроскептиков успокоить и сохранить очень важный договор с Украиной? Пока загадка. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. А был ли шанс у Украины получить «да» на референдуме в Нидерландах? И если был, то кто его упустил? Что должен сделать Киев, чтобы европейская перспектива стала не такой далекой? Об этом и не только пойдет речь в студии «Черного зеркала». Главным ответчиком за нидерландский провал сегодня будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Не пропустите эфир сразу после подробностей. Последний эпид-барьер. В Украине уже не первый месяц не прививают младенцев от туберкулеза, коклюша, дифтерии и столбника. Почему препаратами не только не снабжают медучреждения, их не достать даже в аптеках? И кто понесет ответственность за здоровье и жизнь детей? Подробнее Анна Каменева. Вакцины нет. Такое в последние месяцы часто приходится слышать молодым мамам. Кире Ковалевой в роддоме сразу сказали, запасы противотуберкулезной вакцины, которую делают в первые дни жизни малыша, закончились. Пришлось искать в частной клинике. Вакцина стоила на тот момент 300 гривен. Это в частной клинике и очень хорошо, тоже довольно-таки проблематично ее было достать. Следующая прививка идет в два месяца, комплексная. Она нам тоже была нужна, ее тоже нет. Мы делали платную эту комплексную прививку. Комплексная прививка обошлась нам в полторы тысячи гривен. Для нашей семьи это очень большие деньги. Таких мам, как Кира, сотни, но гораздо больше тех, кто так и не смог найти вакцину даже в частных клиниках или аптеках. И так по всей Украине. В столичных поликлиниках полупустые холодильники. В этой могут предложить прививку от полиэмилита, гипотита B, паратита и краснухи. А вот вакцины против туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка, которые делают в первый год жизни, днем с огнем не сыщешь. В последние где-то месяца 3-4 мы не получаем этих вакцин. Мы, конечно же, советуем соблюдать меры личной гигиены, санитарно-гигиенические мероприятия проводить, избегать мест скопления людей. Иммунологи бьют во все колокола. Из-за дефицита вакцин повышается риск эпидемии. В Украине уже второй год резкий всплеск заболеваемости коклюшем. Это только официальные данные. В 2015 году это более 2000 заболевших. Вдвое подъем в сравнении с 2014 годом. И можно ожидать в любое время эпидемию дифтерии. Кто будет нести ответственность за здоровье и жизнь каждого непривитого ребенка? Вот как на этот вопрос отвечает в Минздраве, который за прошлый год не купил ни одной вакцины. В детском фоне ЮНИСЕФ, который с конца прошлого года занимается закупкой для Украины большинства вакцин, подтверждает. На следующей неделе действительно стоит ждать препараты. Но не все. Вакцины БЦЖ и АКДС в этот перечень не входят. И вот почему. Наш отделение поставок Копенгагене уже сделало все со своей стороны. Тендеры проведены, контракты заключены. Вот только ждем регистрацию вакцин в Украине. Как только это произойдет, вакцины будут здесь. И на данный процесс мы повлиять не можем. Это между Минздравом и производителем. Все может пройти очень гладко и быстро. Или же занять какое-то время. В Минздраве говорят, препараты регистрируют. Но сколько времени это займет, не знают. Но в очередной раз обещают. До мая покроют весь дефицит. Непривитых детей вакцинируют. Однако на компенсацию за оплату вакцины из собственного кармана, как в случае Киры Ковалевой и ее дочки Вероники, надеяться не стоит. Анна Каменева, Лидия Калинина, Светлана Чернецкая, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. На голодном академпайке сидит и наука. Украинские ученые готовятся к общегосударственной акции протеста. 19 апреля Академия наук планирует привести к зданию Кабмина десятки тысяч сотрудников НИИ. По словам организаторов акции, такого масштабного недофинансирования, как сейчас, не позволяло себе ни одно правительство. Насколько затянули пояса ученые, расскажет Ольга Клюева. В коридорах Института теплофизики веет холодом. Отопление в здании пришлось отключить еще и зимой в разгар морозов. Платить за коммунальные услуги было просто нечем. Вы решили, что мы должны делать. Или мы будем отопливать зарплату, а мы будем отопливать наши помещения. Поэтому было принято решение, что мы отключаем в лютом месяце отопление, будем работать в холодных помещениях, для того, чтобы хотя бы в четыре дни в тиждень мы получили эту мизерную зарплату, которую нам дают. Оборудование в этой лаборатории покупали 30 лет назад. Но даже на таких допотопных аппаратах ученые умудряются делать разработки международного уровня. Сотрудники шутят, что в украинской науке остались одни фанатики и романтики. К таким себя относит Алексей. У молодого кандидата наук недавно родился сын. Говорит, что порой сам не понимает, как за эти деньги выживает его семья. В профсоюзе Академия устали призывать правительство прекратить уничтожать науку. Так плохо, как в последнее время, отрасль еще никогда не финансировалась. А в бюджете этого года деньги урезали еще на 19%. Это настоящий геноцид общественной академической науки. На 2800 работников Академия уменьшилась за прошлый год. Из них близко 90 докторов пошло из Академии. И более 400 кандидатов в науку. Такого не было никогда, даже за часы так называемого злочинного режима. Уже сейчас большинство украинских НИИ вынуждены уходить в отпуска за свой счет и работать лишь по несколько дней в неделю. Но даже при такой экономии сотрудников приходится сокращать едва ли не каждый квартал. В Академии решили вывести людей на всеукраинскую акцию протеста. Другого выхода, говорят ученые, просто нет. Ольга Клюева, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Пропавшие на делы во Львовской области к частным рукам прилипли 12 гектаров государственных земель. И не где-нибудь, а в курортной зоне. Чиновники, которые организовали аферу, подчищали за собой как могли. Все ли концы удалось закопать, узнавала Галина Якушко. Курортное село Гребенив в Сколевском районе Львовской области ежегодно посещают полмиллиона туристов. Здесь не просто красиво. Гребенив утонул в живописной долине реки Опер. Вокруг горы и знаменитые Сколевские утесы. В селе минеральные источники. Земля здесь дорогая. И свободной, говорят местные жители, нет. Так же, как и в соседнем селе Плавье. У нас повыкупляли все, какие были, хаты старые, все повыкупляли. Кроме бизнесменов, скупивших земли у селян, отличился и бывший начальник райотдела земельных ресурсов Владимир Ткач. Десять лет назад он роздал в частную собственность государственные земли без разрешения районной администрации. Передачу согласовал только с сельскими головами Плавья и Гребенива. Было ослаблено в проектах землеустроя, с отведением на территории, которые находились за межами, и которые были территориями государственной формы властности. Посадовцы органов земельных ресурсов могли бы переконаться, что это территория коммунальной властности, а они этого не сделали. Всего в двух селах чиновник разбазарил 12 гектаров карпатской земли. По документам это 23 на дело. Отдал под огороды и строительство. Обнаружилось это только сейчас, когда сотрудники управления защиты экономики и сверяли границы госземель в Сколевском районе. Парадокс в том, что структуры, в которой работал Владимир Ткач, уже не существует, говорят в управлении Госгеокадастра. А из бывшего Госкомзема он ушел еще 5 лет назад. Против экс-чиновника открыли уголовное производство за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Ущерб, нанесенный Украине, более 8 миллионов гривен. Правоохранители Ткача допросили. И пока отпустили. Говорят, вину он признает, но уверяет, что просто недосмотрел. Размер вознаграждения за такой недосмотр пока неизвестен. Если вину Ткача докажут, он сядет на 5 лет. Из-за надела намерены судиться, чтобы вернуть их к государству. Хотя на некоторых предпринимателей уже успели построить дома. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интервивовская область. Ни помощи онкобольным, ни денег инвалидам, ни ремонта дорог. Работа поселкового совета Коцюбинского была парализована. Не принимались важнейшие для жителей решения. И сегодня впервые за 4 месяца депутаты утвердили повестку дня. И практически единогласно проголосовали за отставку поселкового головы. Мы следили за заседанием с самого начала. Мэр поселка Ольга Матюшина объясняет, что работать не могли, потому что большинство депутатов просто не приходили на сессии. Вместо этого встречи проводили за ее спиной. И решение, принятое таким образом, она не подписывала. Депутаты убеждают, что Матюшина сама блокирует работу поселкового совета тем, что не принимает решение, за которое проголосовало большинство. Рассудить всех должны в профильном комитете Верховной Рады. Там уже создали рабочую группу по вопросу Коцюбинского. И вскоре должны решить, проводить ли в поселке перевыборы. Решение мает подписывать голову, и на нем мает появиться печатка Гербова. А оно, конечно, я под этим подписом не поставлю. Печатку я не поставлю. Я не могу взять на себя ответственность за нелегитимные решения. Вже больше, чем квартал, депутаты не голосуют за żadное решение. Я, как голова, была змушена вернуться до комитета Верховной Рады о распуске Коцюбинской селищной Рады. Голова навязывает свой регламент в большинстве и свой склад комиссии. Согласно законодательству, она должна поставить это вопрос на голосование, что она и сделала. Но это решение не было принято. Тогда депутаты имеют право свою пропозицию внести, внести регламент и склад постоянных комиссий. Депутаты поставили на голосование, решение принято. Но она заветовала это решение и не дала возможности нам подолать. Тогда мы использовали законную возможность и подолали двумя третинами это вето. На сегодняшний день она не вызнает наше подолание вето. Мы согласны все депутаты, перебираться как депутаты, так и селищная голова. Ситуация в поселке Котюбинска, а он, напомню, находится под Киевом, сложилась странно. Этот вопрос должна рассмотреть рабочая группа ВР. Парламент соберется уже на следующей неделе. Но дойдут ли руки нардепов, занятых коалициадой, премьерядой до Котюбинского, неизвестно. Так что будем следить. А давайте пока посмотрим, что у нас дальше. Гурила Шина. И однолетний Мухаммед Абрини, который попал в объективы камер видеонаблюдения в брюссельском аэропорту вместе с двумя смертниками. Сейчас на видео он будет в шляпе. Также его зафиксировали наружные камеры под Парижем незадолго до произошедших там в ноябре терактов. Бельгийская прокуратура сообщила, что вместе с Абрини задержали еще нескольких подозреваемых в причастности к терактам. Напомню, в марте в результате взрывов в Брюсселе погибло более 30 человек, около 300 получили ранения. А в ноябре в Париже теракт унес жизни 130 человек. Воронка скандала. Уйдет ли президент Аргентины в отставку из Панамагейта? Дело против него уже завела генеральная прокуратура. И как оправдает пятна на своей репутации премьер Великобритании? Наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко знает все подробности. Это называется дожали. Всю неделю пресса буквально по крупицам выбивала из премьер-министра информацию о его средствах и средствах его семьи в панамских офшорах. Сначала Кэмерон комментировать что-либо отказывался. Затем отделался фразой «никаких денег в офшорах у меня нет», но затем признался. Да, покойный отец Иоанн Кэмерон входил в состав совета директоров инвестиционного фонда Блэрмор Холдингс, концы которого уходили в Панаму. Да, у Дэвида с женой были там доли. Да, продали их еще до начала премьерского срока, выручили 30 тысяч фунтов стерлингов и заплатили все налоги. Я заплатил подоходный налог на дивиденды. Из их продажи была получена прибыль, которая не превышала суммы, не облагаемой налогом на прирост капитала. Так что я не заплатил налог на прирост капитала. А на Кае выплатил все полагающиеся британские налоги. Действительно, перед законом Дэвид Кэмерон чист, но главная в этом деле репутация. В адрес премьера посыпался вал критики. Его назвали лицемерным и двуличным. Не только в родном королевстве недовольны и европейские коллеги. Безусловно, это аморально, а в некоторых случаях и нелегально уклоняться от уплаты налогов и скрывать то, что ты заработал. Следующей страной, где лидер может лишиться поста из-за панамских документов, стала Аргентина. Там массовые протесты против президента Маурисио Макри. Прокуратура уже начала расследование относительно компаний, основанных его отцом. О них тоже стало известно из панамских документов. Но сам Макри причастность к отмыванию денег отрицает и говорит, готов отвечать в суде. Хочу еще раз заявить перед вами и без дрожи в голосе, что я чист перед законом. Я уже рассказал всю правду и мне абсолютно нечего скрывать. Еще я решил создать слепой траст. Это группа независимых людей, которые будут управлять моими активами до конца президентского срока. Даже закрытый Китай не смолчал. Ведь в панамском скандале замешаны высокопоставленные члены политбюро. Министр иностранных дел пообещал выяснить, что именно стоит за слитыми документами. И заверил, в Поднебесной активно борются с коррупцией. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Доля президента Украины в Рошене передана в управление в новую иностранную структуру. Юридическая процедура завершена еще 4 апреля. Об этом говорится в заявлении советников Петра Порошенко. Подготовка необходимых документов длилась год и соответствует всем директивам Евросоюза. Управлять Рошеном будет трастовая компания с исторически известным именем Ротшильд. Операция по передаче прав управления проводилась в рамках обещания президента продать свой бизнес после победы на выборах. Все налоги с доходов украинского концерна будут должным образом поступать в бюджет Украины, отмечают советники Петра Порошенко. Ошибка пилотов. Такую причину крушения Боинга в Ростове-на-Дону сегодня озвучили в Межгосударственном авиакомитете. Напомню, на борту самолета, летевшего из Дубая, было 62 человека. Среди них 8 граждан Украины. Авиаэксперты московской организации расшифровали данные черных ящиков. По результатам расследования действия пилотов авиакомпании FlyDubai назвали беспорядочными. Уже перед самой посадкой они решили уйти на второй круг. В это время борт был на высоте 220 метров и управлялся в ручном режиме. Маневр не удался еще и также из-за сильного бокового ветра. Ранее сообщалось, что пилотам Боинга авиадиспетчеры настойчиво рекомендовали посадку в Краснодаре. Однако экипаж все же решил садиться в аэропорту Ростова-на-Дону. На улице Банковой возле администрации президента сегодня жгли шины. Митингующие пришли сюда с самого утра, а к полдню уже начали стягивать резину. Зачем и кто это был, выясняла Ирина Романова. Утром на Банковой собираются несколько десятков людей. Говорят, принесли президенту свои требования и хотят с ним встретиться. Мы дизнали, что президент повернулся с отряджения. Вчера ввечер. Приехали с ранку. С ранку дали вымоги, чтобы в 12-й године он вышел. Вышел представник администрации аппарата, что нам запомнили трех представителей встретиться где-то там с каким-то непонятным чиновником. У нас и великая подозра, что наши звезды ему не доходят. Не дождавшись ответа, митингующие поджигают принесенные заранее шины. Огонь быстро гасят пожарные. Митингующих оттесняет ВВшники Насгвардия. Тут же начальник столичной полиции. Говорит заявку, митингующие подали о проведении мирной акции. А здесь совсем другое. Часть митингующих называет себя автомайдановцами. Среди них Сергей Коба. Правда, в это же время на странице автомайдана в Фейсбуке появилось официальное заявление. Мол, их общественной организации на банковой нет. Зато среди протестующих, цитирую, есть сомнительные личности псевдо-автомайдановцы, искренности намерений которых верить нельзя. Потому что ранее уже участвовали в заказных акциях, за что и были исключены из организации. И хотя фамилия Коба в заявлении не звучит, речь именно о нем. Напомню, в ноябре 2014 Кобу исключили из автомайдана за участие в проплаченной акции за агитацию одного из мажоритарных кандидатов. Мы попросили Сергея Кобу прокомментировать заявление официального автомайдана. Но в ответ он заметно разнервничался. Я не хочу за вас выкладываться. Что вас простуете? Вы что не видите, или что? На сайте автомайдана написано. На сайте, на каком сайте? Автомайдана. После обеда митингующие еще раз попробовали поджечь шины. На этот раз безуспешно. Заверили, будут стоять бессрочно. Правда, в киевской милиции уточнили. Акция, согласно заявке митингующих, заканчивается вечером. Ирина Романова, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. В Маринке в результате удачной контратаки бойцы 14-й бригады уничтожили несколько блиндажей противника, а также КАМАЗ боевиков с боеприпасами. А возле Широкина морским пехотинцам сдался российский перебежчик. Последние новости из сектора М в материале Руслана Смещука. Маринка сейчас одна из самых напряженных точек мариупольского направления. Украинские позиции в нескольких сотнях метров от боевиков. В последние дни плотность обстрелов усилилась. Впрочем, армейцы себя в обиду не дают. Даем ответ, что вагоны нарастающие. Начинают прицельнее стрелять по будинкам. Вон, обстрел был, то попали по гражданским будинкам. Противник из пулеметов и различных гранатометов атакует вот из этой лесополосы и примыкающих к ней домов. Последний раз из 5-й РПГ одновременно попытались накрыть украинскую огневую точку. Результат для боевиков оказался неожиданностью. Дали висич, получается, и на их территории сгорели их блиндажи, разбили два блиндажа, два дома сгорели. И за домом стоял КАМАЗ с боеприпасами. То есть, так же самое сгорели их КАМАЗ с боеприпасами. Прямо во время интервью раздается очень громкий выстрел. Голова невольно вжимается в плечи. Что снайпер? Нифига себе звучит. Снайпера работают постоянно, каждый день. На это мы уже просто внимания не обращаем снайпера. Птички поют. Ну а пока затишье, бойцы чистят пулеметы и автоматы, готовя оружие к очередной неспокойной ночи. На другом конце сектора украинским морпехам сдался российский перебежчик. Этот человек сам без оружия шел по дороге Новоазовск-Мариуполь к украинским позициям. Был задержан и тут же сообщил, пришел с миром сдаваться. Михеев Сергей Евгеньевич, ДСА в Саратове, Гагаринец, там где Юр Гагарин учился. Обратной дороги нет. Семья есть. А зачем вы вот сюда, на Украину приехали? Для того, чтобы донести до вас, что есть люди, есть люди, которые не верят в то, что вы здесь детей едите. Ну и всякий такой бред. Они есть, эти люди. Я один из них. Россиянин заявил, больше не верит пропаганде, а возвращаться назад ему нельзя. Убьют. Везет травля. Травля. Третьей заинтересованной стороной. Кто это такая? Можете... А травля кого? Брата на брата. Морпехи передали перебежчика в штаб, позже там заявили. Он согласился сотрудничать и сообщает важную информацию. Передал добровольно массу информации, касающейся размещения схемы огневых точек в районе Безыменова, Саханки. А также списки предоставил личного состава 9-го отдельного полка морской пехоты ДНР. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Минкульт должен обнародовать критерии, по которым запрещает фильмы, выпущенные до 2014 года. В этом убежден глава нацсовета по вопросам телерадиовещания. Юрий Артеменко опубликовал соответствующее письмо, адресованное министру культуры Кириленко на своей странице в Фейсбук. Глава нацсовета считает, что Минкульт дискредитирует работу госорганов и вредит международному имиджу Украины, поскольку создает систему цензуры. Таким образом, Артеменко отреагировал на публичную перепалку между СБУ и Министерством культуры. Напомню, в среду служба безопасности обратилась с письменной просьбой в Минкульт пересмотреть подходы к работе и не запрещать без разбора все фильмы, снятые до 2014 года. Актеров из черного списка и так не впускают в Украину. А запрет кинолент нарушает конституционное право на информацию. Позднее в Минкульте ответили, автоматический запрет на фильмы соответствует всем нормам действующего законодательства. Самолеты, ракеты и даже протезы. Губчатый титан уникальный металл, который не боится резких перепадов температур и космических перегрузок. И самое интересное, производят его в Украине. А теперь еще и поставлять будут в Поднебесную. О выгодном сотрудничестве расскажут наши корреспонденты. В то время, как в Украине экономика залегла на дно, а большинство промышленных предприятий ушли с рынка, запорожский титаномагниевый комбинат развивается и показывает хорошие результаты. И это благодаря инвесторам, которые вложили деньги в модернизацию завода. За три года групп ДФ Дмитрия Фирташа вложила 110 миллионов долларов в крупные инвестиционные проекты. Одним из них является вывод предприятия на космический рынок. Провели сертификацию, которая позволит поставлять нам нашу губку на предприятие авиационного машиностроения. В марте этого года продукцией запорожского комбината заинтересовалась крупнейшая китайская компания Баути. Она провела на заводе аудит и определила отменное качество титановой губки. Баути занимает второе место в мире и первое в Китае по выпуску металла. Напрямую работает с Боинг, Эйрбас, Бомбейр, Гудрич, Роллс-Ройс. Такое сотрудничество будет и Запорожье на руку, говорят в мэрии. По оценкам групп ДФ, глобальный рынок титановой продукции потребляет 170 тысяч тонн титановой губки в год. И оценивается в 2 миллиарда долларов США. В украинских недрах находится пятая часть всего мирового запаса. Для нашей экономики титановые руды могут стать черным золотом. Титан – уникальный металл, незаменимый в производстве самолетов, ракет, машиностроения и даже медицине. Он единственный, который не отторгается человеческим организмом. Прочный и одновременно легкий, выдерживает перепады температуры до 500 градусов. Ни почем ему и космические перегрузки. Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров, подробности телеканал Интер. Сетевая угроза. Американские журналисты разоблачили крупнейшую сеть по продаже оружия террористам. Об опасных ресурсах в Фейсбуке подробнее наш Сапкор в США. Тихон Зитко. Пока большинство из полутора миллиардов пользователей одной из самых популярных в мире социальных сетей – Фейсбук – использовали ее для работы и развлечения, некоторые с ее помощью занимались торговлей оружием. Как пишет New York Times, соответствующие сообщества были заведены в регионах, где группировка «Исламское государство» имеет самые сильные позиции. Причем купить там можно было как пистолеты или гранаты, так и тяжелые пулеметы или даже управляемые ракеты. Многие из них американского производства, которые поставлялись союзникам США в регионе, а теперь могли попасть в руки террористов. Журналисты издания сообщили администрации соцсети о семи таких группах. К настоящему моменту ей удалось заблокировать шесть из них. За последние два года через Фейсбук было предпринято почти 100 попыток продать оружие. Это только через несколько созданных в Ливии приложений. Впрочем, оружие не только в Фейсбуке, ряды военно-морских сил США, как ожидается уже в сентябре, пополнит самый дорогой в мире боевой корабль, названный в честь бывшего американского президента Джеральда Форда – суперавианосец нового класса. Американскому бюджету он обошелся почти в 13 миллиардов долларов. Вес судна достигает 100 тысяч тонн, расстояние от носа до кормы – три футбольных поля. Второй такой корабль планируют построить уже к 2020 году. Тихон Зитко, Никита Исайко, подробности, Американское бюро, телеканал Интер. Ушла под землю, как кандидат в президенты США Хилари Клинтон прокатилась в метро, и как в Японии извиняются за повышение цен на мороженое. Об этом и не только в нашем обзоре. Кандидат на пост президента США Хилари Клинтон с трудом прошла через турникет в Нью-Йоркской подземке. Ей пришлось потратить несколько минут, чтобы разобраться, как работает карточка метрополитена. Пять раз она безуспешно проводила ею через специальный считывающий слайдер. Клинтон пояснила конфуз тем, что не спускалась в метро два года. В США выпустили заключенного, который отсидел 33 года, ошибочно. Бывшего военнослужащего Кита Алена Гарварда более 30 лет назад приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование. Свою вину он не признал. И только после повторной экспертизы выяснилось, найденный на месте преступления образец ДНК принадлежал сослуживцу Кита Джерри Кротти. Правда, тот уже скончался 10 лет назад в тюрьме штата Огайо. 104-летний британец попал в книгу рекордов Гиннеса благодаря первому нанесенному тату. Джек Рейнольдс сделал татуировку на правом плече с датой своего рождения – 6 апреля 1912 года. 55-летняя дочь и 35-летний внук рекордсмена поддержали его и также сделали татуировки. Отныне Рейнольдс признан самым старым человеком мира, набившим первое тату. Из лесного пожара в США спасатели вынесли крохотного медвежонка. Огонь охватил округ Лейк во Флориде и, скорее всего, зверек осиротел. После осмотра ветеринары определили, что медвежонок почти новорожденный. Он весит 7-8 килограммов. Спасенного малыша назвали Смоки и пообещали выпустить в дикую природу, когда он немного подрастет. В продажу поступила бутылка, создающая воду из воздуха. В крышке воздух охлаждается, конденсируется, проходит фильтрацию и попадает внутрь емкости. Работает устройство с помощью солнечной батареи. Как утверждают разработчики, владелец Чудо Тары сможет всегда наслаждаться свежей минеральной водой. Стоимость бутылки от 165 евро. В Японии руководство компании и производителя мороженого публично извинились за рост цен на продукцию. Акаги производит холодное лакомство более 25 лет и все это время удерживало цену в 60 иен. Однако ее пришлось повысить на 10 иен, из-за чего директора приняли решение снять ролик с извинениями перед потребителями. Видео уже посмотрели более миллиона пользователей. Ну что ж, гости ток-шоу «Черное зеркало» уже практически готовы к эфиру. И с нами сейчас на связи его ведущий Евгений Киселев. Евгений, здравствуйте. Чем заинтригуете сегодня? Ну, вы уже половину вещей за меня рассказали в сегодняшнем выпуске. Мне остается только повторить. Сегодня будем обсуждать итоги референдума в Нидерландах. И что они сулят Украине. И главным ответчиком тут у нас будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Какое будет новое правительство Украины и будет ли оно вообще? Можно ли сегодня с уверенностью говорить, что на следующей неделе мы будем иметь новый Кабмин и нового премьера? Или все еще под вопросом? Об этом будем говорить с собравшимися в студии политиками. Ну и можно ли ожидать, что действительно какие-то хорошие новости появятся в деле Надежды Савченко? Я очень рассчитываю, что с нами на связь выйдет ее адвокат Илья Новиков. Он сегодня встречался с Надеждой. Он уже дал понять, что у него есть какая-то позитивная информация, которую он не раскрывает. Вопрос только в том, чтобы он успел вернуться в Москву. Потому что он оттуда сможет с нами выйти на связь. Сейчас он в дороге. Я очень надеюсь, что он долетит вовремя и где-то уже ближе к концу передачи выйдет к нам в эфир. Все-таки заинтриговали. Черное зеркало в эфире сразу после подробностей. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok